Автомобильная компания Hyundai. На презентации, которая была организована для инвесторов, заявила о будущих планах модернизации внедорожника Polisade и седана Hyundai Sonata. Планируется, что компания покажет их в 2022 году. Сложно сказать, какая модель будет первой. Не исключено, что они появятся на автомобильном рынке одновременно. Две модернизированные иномарки будут сопровождать новые поколения iX35 и Grandeur. Вероятно, они предназначены только для южнокорейского рынка. Дорожная карта Hyundai, представленная в презентации, также подтверждает выпуск Elantra N в 2021 году. Накануне фотографы-шпионы видели, как эту модель испытывали на трассе Нюрнбургринг. Модель может появиться и в Европе, если покупательский спрос будет достаточным. Автомобиль может получить другое имя – Avanta N. Это название обозначает высокопроизводительный седан для Южной Кореи и Сингапура. Раздел «Устойчивое развитие дорожной карты» также включает модель Мистера Иви. Его появление намечено на конец этого года. Этот автомобиль будет продаваться исключительно в Китае. Еще один электромобиль только для Китая дебютирует в следующем году. За ним последует гибридная версия нового Grandeur. В октябре и ноябре прошлого года Hyundai обновила две свои высокопроизводительные модели. Santa Fe претерпел капитальный ремонт, в результате которого модель получила новую трансмиссию с двойным сцеплением и роскошный уровень отделки салона Calligraphy. Месяц спустя Kona и его электрическая производная также получили обновление. Также четырехметровый Hyundai Venue перестанет быть самым компактным и дешевым кроссовером марки. Это звание будет передано еще меньшей модели, которая по-прежнему имеет кодовое название Hyundai AX1. Корейская компания опубликовала первые тизеры. Технически это будет аналог хэтчбека Hyundai i10, сменившего поколение в 2019 году. Будущий внедорожник получит платформу с передним приводом и моторную гамму объемом 1,0-1,2 литра. Но при этом у AX1 будет оригинальный кузов длиной примерно 3,7 метра с высокой крышей и скошенными колесными арками. А дизайн передней части, судя по тизеру, будет выбран в двухэтажном стиле с круглыми фарами. Практически основным рынком для внедорожника Hyundai AX1 станет Индия, где ему придется конкурировать с таким же небольшими простыми моделями, как Renault Veed и Maruti Suzuki Espresso. Кроме того, по предварительной информации, помимо Индии, модель AX1 будет продаваться также в Южной Корее, где премьера ожидается осенью.